вот друзья вот вам еще один вариант ирландского кружева так сказать мы здесь вместо вырезанных элементов кусочки меха они вязаны внутри изделия эти края меха подшиты шелком и обстроченные зигзагом и уже за эту обстрочку я крепилась привязывалась привязывала в изделии ввязывала эти кусочки меха поэтому они не нашиты на сетку ввязаны как элементы ирландского кружева вот такая утеплялочка одно время я работала в колледже в музее трикотажного дизайна колледж номер 24 в москве и занималась была зал музеем трикотажного дизайна и обучала молодых модельеров всевозможным приемам рукоделия которые не нужны были для создания коллекции и одно время начало уже зимы и осень не топили в колледже было очень холодно ну и родилась эта вещь поскольку кусочки меха где-то там валялись кусочки шерсти тоже нашлись это нитка шерстяная нить и получилась такая утеплялочка поэтому вот и можно конечно нагольщик одевать но в ней просто жарко она очень утепляет сейчас я вам и покажу такая утеплялочка покажу вам Здесь она расстегивается, получается на брошке. Не хотелось мне пуговички сюда крепить, потому что можно просто так носить, можно брошку сюда прикрепить. Это брошка из Риги. Сейчас мы ее прикрепим. Она мне напоминает родине моих предков. Купила я ее в Риге. У меня же не просто фамилия Ваули, это моя девичья фамилия отца. Фамилия моего отца Ваул Жан Николаевича, который латыш. Его папа и маму, его дедушку и бабушку сначала, потом вместе с папой и мамой. В сороком году сослали в Уфу и, в общем, забрали все имущество в Риге, как говорят, пароходы, фабрики, заводы. И оказались они в Уфе, а потом мой отец оказался на Украине и там родилась я. Но у меня какая-то генная память и тяга к Прибалтике и к Риге. Мне даже на одной выставке мужчина сказал, глядя на мои изделия, на мою коллекцию, он говорит, «От вашей коллекции пахнет Прибалтикой». И мне уже это так приятно. Видимо, все-таки действительно мысль материальная, что вкладывают в вещь, то и люди воспринимают потом. Вот посмотрите. Еще раз. Такая память генная по Прибалтике у меня получилась. Так что, пожалуйста, пишите мне, задавайте вопросы, я с удовольствием отвечу. Совершенно бесплатно, безбозмездно, как я люблю повторять. Потому что сейчас интернет наполнил, напрягает меня. Это наполнен мастер-классами, в которых мало информации, мало каких-то новых свежих идей. Но преподносится это с такой напыщенностью, с такой гордостью, что просто даже иногда неприятно смотреть, потому что там новых свежих идей нет, а друг у друга копируют и пересказывают не вполне удачно. Ну, в общем, решила я тоже поучаствовать в этом интернет-марафоне, показать свои вещи. Может быть, что-то вас заинтересует. Задавайте вопросы. Я желаю вам творческих успехов.